а здесь творится какой-то ужас вот здесь точно нога человека не ступала вот перспективно перебраться вот на эту отмель можно кидать по яму можно вот там по этому дереву еще одно если кинуть и вон там какую-нибудь палку ну там явно глубоко либо вон где главное потом обратно как перебраться только только в плать блин придется ну хотя можно отпилить вон там он пол покидать ну сложно конечно но вполне возможно вот тут в яме что-нибудь круто есть может полно хариуса или или ног какой крупный и не знаю там он по те можно еще кинуть заломы хотя они мешают они вон та ветка наклонная ну там под ней вот тоже яма то есть бешеное течение не знаю туда дальше пройти посмотреть пошел я за вещами короче не буду я пока никого пугать иду вещи тащу сюда пока на остров перебираться не буду никуда он от меня не денется еще а вот хочется уже покушать уже десятый час уже часа полтора я тут хожу результаты пока общем не очень никакие кроме общего созерцания природы конечно вот бревно обратите внимание смыло его принесло то есть что творит река но зато дичь вот тут уже вообще людей хотя следы нашел там чуть ниже метров 150 человек ходил вот тоже тропа ушла куда-то в лес а ну наверно я по ней пройду нет это а ну да тропа не человечея пополомался это аккуратно ветки переступал он они в какую петлю не попасть до сложновато все равно надо вдоль ручья да это кто-то ходил низко сидящий судя по всему вот она вот она выломана слушайте на человека что-то мало похоже ну просто тут малинка растет конечно кто ж нас любит малинку есть у нас любители меда и малинки определенные животные любящие мед малинку ну какой запах сейчас солнце пригрело опять пряный запах травы осенний запах перемешку с летним фантастика лимонник там еще что-то джунгли конечно хренит по времени всего лишь минут десять идти но эти десять минут конечно так чревато зря сюда пошел здесь я не ходил мне просто любопытно ага это тоже забитое русло любопытно насколько мы проходим их качестве тропы его использовать не очень он проходим и хотя можно по нему лучше там напрямик хотя это вот русло она выходит о палка кстати жили и спилили так нет это она так как раз лака его с этим может пригодиться вот а ну все и поэтому русу я выхожу к своей стоянке вот как надо что-то положить чтобы мимо не пройти то ориентир на палку вот так что поворачивать чтоб я видел куда идти вот так вот тут и похожие места вот так вот на дороге у ложки уже а туда я успею а то там тоже мало ли оставил рюкзак без пересмотра запах сала придет и сожрет не спросит даже разрешение снимаю на телефон но держу в руке поэтому какая не есть вот здесь вот я не мог тогда пройти почему я потому что там была вода коряги заломы мне пришлось верхом о какое дерево ой вот тут точно наверно дупло вот это липа я ее не видел просто исполнить ну кто говорил про деревья меньше 500 лет вот она лет 400 точно я даже не берусь сказать какого она размера до обхвата но обхвата 4 наверно ну не 33 это будет вот она вот тут натурально может быть гималайского медведя тут нет не даже подходить как небоскреба конечно залезть но это вот остатки реликтовой до потопной тайги значит тут потопа не было посмотрите я щас руку просто вот тополь поставлю руку смотрите рука сравнений чё поставить можно кепку поставить сравнение ширина вот это дерево вот и она как уходит туда кстати она еще и живая блин там он кусок может пухнуться аккуратно нахнули полета или тополь все-таки похоже это на гигантский тополь господа хороший так листья вроде тополиные был колючек сколько черемуха мака так любимой медведи они они черемуха марка это другой так вот это вот все с нее падали куски да это тополь гигантский то есть это вот тополь до потопной значит то есть вот кто скажет что это тополь представляете да какие они были то есть условия сменились атмосферу вот его ветки вот рука моя вот просто на фоне я не знаю сейчас телефон поставлю просто вот посмотрите жалко нет подставки я болен чтобы подложить то нож воткнуть сейчас секундочку сделаю с помощью ножа и какой-то матери подставку под телефон были вопрос вам нашей истории вот снимает да а потом видимо условия поменялись деревья стали меньше давление улетел сверху сверху отломала грозу вот смотрите там папоротник закрывает ну вот какая ширина а потом видимо условия поменялись деревья стали меньше давление уменьшилась этот вот закрыл дубль делаю потому что папоротник не показалось закрыл вот какое дерево более под ним стоять потрясает но тут чувствуется дух какой-то другого мира абсолютно затерянного про это я уже много раз говорил то есть дух затерянного мира ладно у меня от него надо вот поменьше тополь тоже древний ну не такой мы там дупло шикарно но липы тут тоже росли раньше вот что-то ли по видим они пережили липы есть чуть ниже и вот их даже не рубили первостроительным он еще один корявый стойда тоже тополь просто фантастика это вот три четыре они сохнут исполнены 5 то есть пожалуйста можно любой спилить явно они уже не живые посмотреть сколько ему лет посмотреть все слои когда происходили катаклизм вот это я нашел место